Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слышите и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов и Ксана Сергеенко. Привет, Ксана! Ксана, значит, певица, друзья, композитор, актриса театра, участница телепроектов Первого канала «Голос. Точь. Точь» и многих-многих других. Ксана, очень приятно видеть вас здесь, в нашей студии. Кто сегодня будет сопровождать наш концертный зал? Сегодня со мной Женя и Егор. Гитара, так сказать, и питбакс, и также сопровождение музыкальное. Мы решили сегодня сделать эксперимент. Обычно играется полным бэндом, такой рок, альтернативный. Но мы знаем, мы это любим, конечно. Вот, а сегодня то, о чем я, в принципе, давно мечтала воплотить в жизнь, это электроника с гитарой, вот, и сегодня, так сказать, премьера вот такой вот программы. Отлично, спасибо, друзья! Если у вас есть вопросы к Ксане Сергеенко, оставляйте их в ВКонтакте Страны ФМ, там есть публикация, посвященная визиту певицы. Ну и, конечно, номер 8909-928-189-9, смс в WhatsApp Viber. Я смотрю и вижу, что 5 апреля случится интересное событие. Ксана, пожалуйста, ждем подробностей. Да, 5 апреля будет концерт в Екатеринбурге. Если я не ошибаюсь, конечно, я могу свой график часто забывать. Но это большое событие, которое перевернет, так сказать, мозг и музыкальное соображение всех наших людей. На самом деле, это просто моя коллаборация с русскими певчими, то есть New Age Orchestra хором, мужским хором. Называется chanting по-английски. С чем можно было это сравнить бы? Это григорианский хор, Enigma. Круто. Но не с таким вот, не с вокалом женщины, у которой голос как колокольчик, а вот такой вот грубый рок-вокал. То есть это интерпретация, так сказать, не совсем то, что мы привыкли к слушанию. Друзья, если будете 5 апреля в Екатеринбурге, в 19 часов начинается все. ККТ «Космос». Совершенно верно. Улица Дзержинского, дом 2. Но Кремль нас ждет, и Крокус, я надеюсь. Но начинаем мы с Екатеринбурга. Что еще сейчас происходит в текущий момент, кроме как подготовка к этому концерту? Ну, сейчас происходят съемки для одного проекта, большого, который... Который нас удивит, порадует. Который нас удивит и порадует, я, конечно же, надеюсь, и где я предстану перед зрителем не в маске, как это было в точь-в-точь, два сезона подряд, а уже со своим лицом и со своей интерпретацией песен, которые полюбились нашему народу. Многие десятилетия мы эти песни любим, да? Вот, поем за столами. Ну, а подробности, Ксан, когда подробности мы сможем в Инстаграме увидеть у вас? Да, это конец апреля. Все. Так, сегодня мы что за материал музыкальный? Какие песни сегодня будут здесь звучать? Сегодня мы решили сделать переаранжировку всех песен, которые когда-то были уже мной изданы в поп-роке, а сегодня электро-рок, скажем так, что-то такое вот. Русские треки, русские треки и один англоязычный, который потом был переведен на русский язык для театра специально. Но мы об этом поговорим. Конечно. Ну, сейчас я предлагаю приступить к музыкальной части концертного зала. И первая песня, что это будет? «Умозаключение». Поехали. Может, не надо было вот так, глупо и слепо, полный бардак. Я в тебя слышу птиц голоса, ты вырвал сердце мое до конца. Знаю, не лечит это тебя. Знаю, не встретишь ночью меня. Не знаю, не любишь, не знаю, не ждешь, но слишком поздно. Ты мое все, ты мое ума заключение. Мне не страшны эти падения. Я за тобою до конца. Пока живу я твоя, я твоя. Я твоя, пусть я нелепа, пусть я слепа. Время покажет, кто кого спас. Знаешь, не просто вот так любить. Еле душе жить и не жить. Ты мое ума заключение. Мне не страшны эти падения. Я за тобою до конца. Пока живу я твоя, я твоя, я твоя. Ты мое ума заключение. Я и каждый час без исключения. Я за тобою до конца. Пока живу я твою. Я за тобою до конца. 20 лет. Очень долго. И поэтому рождаются, наверное, песни. Я считаю, что это одна из моих самых удачных песен. Одна из моих любимых, по крайней мере. Рождаются в тандеме, когда ты человека очень хорошо знаешь, и для тебя могут написать песню, которая о тебе. Так и было, да? Значит, по поводу пластиночки хотелось бы понять, потому что какие-то синглы есть, но вот альбомов Ксаны Сергеенко на русском языке чего-то как-то не найти. Да кому они нужны пока еще? Вот, тут надо понять. Ксана, дорогая, либо вы вот такой стратегии придерживаетесь, сингловой, либо просто некогда. Конечно, нет, нет. Нет смысла на сегодняшний день, наше время выпускать альбомы, которые в которые ты вкладываешь очень много времени, души и соображений, да, своих. И люди, допустим, там слушают две-три песни, а весь материал остается неуслышанным. То есть он как бы проходит мимо. Поэтому, мне кажется, лучше на сегодняшний день, ну, с русским материалом, по крайней мере, издавать и сделать синглы. Вот, потом это собирать в альбом, вырисовывается уже какая-то какая-то линия. То есть там будут только хиты, получается? Ну, я надеюсь. Потому что англоязычный альбом, допустим, я его выпустила в полном, но, конечно, работа над ним была длительная на протяжении долгого времени в Америке. Вот, Running The Asylum, OXZANA Band назывался так. Ну, он до сих пор так называется, в принципе. И, можно сказать, он дал такую платформу и олицетворяет меня. То есть это альтернативный... Я в музыке. Да, это альтернативный металл. Хорошо, про альтернативный металл, про Америку мы еще поговорим. Меня интересует, как пришла мысль девочке 12 лет записать песню в профессиональной студии и потратить на это, ну, по тем временам, наверное, космические деньги. Наверное... Где это было? Это все произошло в городе Миргород, Полтавская область, Украина. Там я родилась. И у нас в городе был небольшой городочек, курортный город, Миргородская вода, Гоголь, всем известный. Ну, конечно. Вот. И у нас пел в городе мальчик, который начал себе записывать там фонограммы, вот он начал ездить на всякие конкурсы, и во мне взыграло кровь и соперничество. Я не знаю, откуда я взялась. Мальчик ровесник был? Да, 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 конечно. У меня виды на него еще были, конечно. Вот, надо с этого было. Да. Вот. Но во мне вот соперничество музыкальное именно проснулось в том возрасте, и я маме сказала, мама, почему бы, вот я пою в хоре, вот я пою эту песню, умчи меня, олень, свою страну, олень, и уже два года, ну сколько же можно? Вложи немного в меня денег. Именно этот глагол, да, был? Ну, конечно же. И моя мама была моим первым продюсером. Он до сих пор самый верный мой продюсер, самый любимый. Ну, я так понимаю, что это очень хорошо сработала запись, да, все это? Ну, да, я очень хорошо проехалась, так сказать. С гастролями? С гастролями, да, я поехала просто на один фестиваль, и после этого телевизионный фестиваль, а национальный, после чего, конечно, в городе я стала просто мега. Да, добраться до меня просто было невозможно. У меня появилась какая-то, какие-то преднаметки на звездную болезнь, что потом... Что делала мама, да. Что мне очень не нравилось потом, но нужно было, наверное, это пережить. Ну, конечно, лучше в 12 лет. Ну, это в 13, конечно, случилось, в 12 я начала, да, а потом... Значит, по поводу вот этого знаменитого американского периода, который очень длительный, я так понимаю, 11 лет, да? Я уже даже не понимаю, я в 11, 13, долгое время я потом ездила туда-сюда, и сейчас я, в принципе, стараюсь совмещать, и я не считаю себя жителем одной страны, я такой космополит себе, потому что я родилась в Украине, там, часть жизни провела в Америке, теперь я в России занимаюсь творчеством, поэтому я такой ангел доброй боли. Так когда ангел взмахнул крылами и отправился в сторону Нью-Йорка? Это случилось в 18 лет, было прослушивание в Киеве, выбирали двух певцов для Варьете, как тогда мне говорили, для бродвейского с русским уклоном, конечно, получилось, это просто русский ресторан, который хотел переформатироваться на клуб. Зато какое название, Ксан? Ну да, и вот с этого момента, когда я приехала в Америку, ресторан начали называть клуб. Хорошо. То есть я не могу сказать, что я работала в ресторане, что в принципе так и есть, потому что шансона я не коснулась даже вот в это время, а я с ним знакомлюсь только сейчас. Я понял. Да, друзья, ну вообще там как-то еще есть люди, которые, например, слушали Успенскую, Михаила Захаровича Швутинского, Вилья Ивановича Токарев, медианик, да. Конечно, конечно, это все классика русского шансона. Казалось бы, Мемориальные доски там висят, что здесь выступал. Брайтон Бич усыпан просто этим всем, и мне рассказывали очень много историй про это все, и вот сейчас уже, когда я встретилась с этими людьми лицом к лицу, и мы поговорили, я говорю, я же там столько лет, да я же, да эти же места, я все знаю, и мы, можно сказать, заочно родственники. Вот было о чем поговорить и вспомнить, как они тогда жили. Михаил Захарович, кстати, Мерч сейчас выпускает, Шуфутинский, там футболочки, все дела. Да. Написал в Инстаграме. Да. Но сегодня мы говорим про Оксану, и следующий трек, что это будет, какая песня? Это будет песня, которая называется «Окна». Что про нее можно сказать? Что про нее можно сказать? Чья песня? Кто написал? Для меня ее написал... Я не могу сказать, что мы были друзья до этого, но мы познакомились, можно сказать, чтобы сотрудничать для этой песни. Гена искал просто себе певицу, чтобы исполнить эту песню продюсера Леонтьева. Звукорежиссер, соратник. Соратник. Да, Валерия Эклевича, да. Да, один из друзей, из моих коллег, из бэнда, посоветовали использовать, так сказать, мой голос. Посотрудничать. Посотрудничать, да. И так появилась эта песня. Вот. Ну, давайте послушаем. Смотрим, слушаем. Крустно быть ничем, Трудно плыть без весел, Просто мы порой Скуки не выносим. Вся твоя душа Ветра не боится, Мне бы не спеша Вновь с тобой проститься. Мне закрыли окна, Мне открыли двери, И вот любовь промотна, И больше нам не верит. Глаза болят от соли, Зачем так много боли? Мне закрыли окна, И вот любовь промотна. Счастье улыбалось, Счастье улыбалось, Помню наизусть Наши все страницы, Скоро их всклюют, Скоро их всклюют Огненные птицы. Мы не закрыли окна, Мы не открыли двери, И вот любовь промотна, И больше нам не верит. Глаза болят от соли, Зачем так много боли? Мне закрыли окна, И вот любовь промотна. Слышишь боль мою, Держишься надменно, Нас не узнаем, Мы как манекены, Ветер говорил, Быть не чем-то грустно, Мы не закрыли окна, Мы не закрыли окна, Мы не открыли двери, И вот любовь промотна, И больше нам не верит. Глаза болят от соли, Зачем так много боли? Мы не закрыли окна, И вот любовь промотна, И четверо. Не закрыли окна... Спасибо, Гена Привалов, за песню! Спасибо, Гена. Спасибо, Ксана. Прекрасно, друзья. Ксана Сергеенко на телерадиоканале Страна-ФМ. Эстрадно-цирковой колледж. Ксана, дорогая. Несколько там было курсов у вас, да? Три курса? Да, я закончила четвертый курс экстерном, поскольку я уже была в Америке, мне приходилось туда-сюда, но поскольку три года у меня было отлично, ректор дал мне поблажку. Ну, что-то после него было, например, в Штатах, тоже какие-нибудь курсы, учеба, как вообще продолжалась вот эта образовательная история? Знаете, долгое время я не могла никак найти себя, что же мне делать, куда поступить, и вообще, что все, мне казалось долгое время, что я не знаю, что со мной происходит, и зачем... Вы же в три года запели, Ксана. В чем мое предназначение? Как? Когда попадаешь в новую страну, думаешь почему-то, что ты не умеешь петь, ты плохо выглядишь, ты не знаешь языка, все тебя ненавидят, ну, какое-то такое чувство. Почему? Это, наверное, адаптация, да даже когда я приехала сюда, хотя такой успех был на голосе, ну, достаточно нормальный я показалась, так вот красивенько. Ничего себе нормальный, по-моему, когда все повернулись, ну... Да, но потом у меня началась такая адаптация ко всему здесь, потому что вот все-таки приходит какой-то момент того, что ты, как будто ты чужой человек, и все приходится строить заново, но я не боюсь этого, это прикольно. Ну, в Штатах была записана пластинка, да, вот кто писал те песни, и что за стиль такой тяжелый там получался? Ну, история этого очень сложная, постараюсь как-то вкратце описать, рассказать, в ресторане, в клубе. В клубе, в клубе? Да, в клубе, в клубе. Меня увидел ветеран рок-музыки, это Martin Heath, это рекорд-лейбл, который называется Lizard King Records, он открыл таких звезд, как The Killers, Santigall, The Pierces, потом, но они были известны более в Америке. И он ходил звезд, выискивал, да, смотрел? Да нет, он, я так поняла, просто с девушкой пошел развлечься, и тут тебе на... Судьба. Судьба. Да, он меня пригласил попробовать материал, который записывал один музыкант из Лондона. Это был достаточно... это не альтернативный металл был, это была индустриальная, очень напористая музыка, в принципе, то, с чем я никогда не связывала. Это год десятый, какое-то время было. Да, 2010 год, потому что до этого я записала только полпластинки джазового альпома. Вот, то есть, как бы, потом кантри было, потом я еще с диджеями работала, ну, вот я просто искала все это время себя. Ну, да-то. Вот, я попробовала себя в этой музыке, у меня очень долго не получалось, и друг мой гитарист в Америке говорит, слушай, давай вот сегодня надо хорошо погулять, и чтобы ты вот на этом кайфе, на этом драйве... Да, кураже, попробовала дома так же спеть это все. И у меня получилось после трех месяцев того, что у меня ничего... ну, не получалось просто внедриться в эту музыку. После этого просто как по маслу пошло, я начала писать в этом стиле. Как композитор, да? Да, как композитор, как поэт. По-английски? Конечно. Мне даже сейчас легче писать на английском языке, нежели вот на русском такая есть у меня особенность. Но я учусь, у меня вроде нормально получается, с помощью, конечно, хорошего окружения. Слушайте, а откуда у вас такой английский прекрасный? Как это произошло? Быстро, сразу, кто-то помогал? Нет, я учила его с детства, у меня просто расположенность и любовь к нему была. У меня был прекрасный педагог, Тамар Павловна Билан, которая меня таскала по всем олимпиадам. И я уже в девятом классе знала из овода письмо letter to Jim на память. Я не совсем все понимала, но я могла его хорошо рассказать. Ну, музыкальный слух помогал еще, да? Да, да, да. И потом, когда я попала в Америку, я думаю, ну, я-то все знаю уже, а оказалось, что я ничего не знаю. Потому что это язык идиомный, и нужно знать идиомы, которые все время в обиходе. Они table, spoon и так далее, да? Вот, и два года я проучилась в колледже, чтобы усвоить язык. Я могла бы закончить один год и все, идти дальше в жизнь, но я взяла второй еще курс для того, чтобы все это... Ну, смотрите, получается, у вас есть один альбом англоязычный, да? И второй вот будет. Что с ним? Второй будет у меня, это проект... Это, наверное, уже третий. Вот у меня вот есть еще проект, который русский, да? Вот эти песни, которые мы сегодня исполняем. Так же у меня скоро выйдет проект совместно с Евгением Соколовским, виртуозным пианистом. Мы с ним вдвоем пишем музыку и слова, ну, слова в частности. Это русскоязычный или это... Это напополам будет, и туда, и сюда. Да, но это более такой, я бы сказала, киношный, может быть, к апокалиптике больше. Более киношный такой проект, огромный, он такой большой, значимый. Слушайте, а в кино зовут вас, вот, потому что... В качестве. Но в качестве актрисы вот такой опыт. Нет, не зовут. Но ведь, слушайте, мы требуем, как зрители, как потребители киноискусства. Я забыла, я забыла. Пожалуйста, Оксана. Меня однажды снимали в Америке в эпизодической роли, в маленькой, но зато в американском кино. Я играла там официантку, которая хочет быть моделью, ну, в принципе. Играть особо не пришлось. Ну, маленькое, но все-таки приключение. Хорошо, мы желаем, чтобы и в Америке у вас были роли в кино, и в России тоже. Thank you very much. Ну, а сейчас следующая песня, Оксана. Что это за произведение? Песня называется «Одиночество». Появилось оно в тандеме с Алексеем Носовым, с которым я работаю в театре в Санкт-Петербурге. Мне просто дал трек, на который я написала песню, и потом переделали всю аранжировку. И сейчас мы ее играем вообще в третьем варианте. Сыграем, споем. Заменяют ноты Лезвия слов Ты сердце отрезвяешь, Сыграем, споем. Когда душа племя, Мы друзья кидаешь, Тебе я не нужна. Сбылось пророчество! Вновь одиночество Я не срочная, ну и что очень слезная Рана моя еще моя Жанная я одиночество Новые портреты оживляют боль Отдай мне это время Зачеркнуть любовь Ну дай мне попытаться Себя не жалеть Может стоит сдаться Чтоб потом взлететь Сбылось пророчество Вновь одиночество Не зачеркнуть мне прошлое Ну и что очень слезная Рана моя еще Моя душевая Моя душевая Одиночество Моя душевая 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 Студия 89,9 Концертный зал Друзья, Оксана Сергеенко Сегодня в концертном зале Телерадиоканала Страна ФМ Подключайтесь, смотрите, слушайте Вопросы можно оставлять Вконтакте Страны ФМ Мой вопрос касается Телевизионных конкурсов Да, вот что было Сложнее, интереснее Содержательней Может быть, что дало Больший резонанс Для последующей Гастрольной деятельности Какой из этих Резонанс, конечно же Больше был после голоса Потому что голос На сегодняшний момент Считается и есть Одним из самых рейтинговых Проектов На точь-точь Мне было Сложнее Потому что Очень большой Объем работы Ты делаешь Ну Нужно перекопать Этого артиста Всю его Пересмотреть Всю пластику Пересмотреть Переслушать Узнать И еще и додумать И еще показать Своё То есть сопереживать Показать свое Отношение Но не пародию Это Это очень сложно А Как бы такого Резонанса Особо не получилось Потому что Ты все время в маске У меня даже была такая история Я пошла на маникюр Разговорились С мастером Она говорит Да я вообще телевизоры Не смотрю Там ничего Типа интересного Нет Я все время работаю Ну я там видела Один раз Фредди Меркурий Делала Одна там Ушел мозгон Ох Хорошо было Здравствуйте Но это действительно Было здорово Причем Судьи заметили Что в пластике Некоторые элементы Были Ну Даже круче Чем у самого Фредди Ну он К сожалению Никогда так и не Исполнил Эту песню Вот Поэтому это было Некое даже Новое выступление Потому что Проникнувшись Всем ее творчеством И всей историей Я просто сделала Кстати на какой музыке Вы росли Вот Селиндиум Селиндиум Да Это мое детство Это все Кассеты Затертые просто до дыр Когда впервые Я услышала The Power of Love В дискотеке где-то было Я Особенела просто Вот так началось Вообще Мое вокальное развитие А потом конечно Я начала считать Что это не круто Вот И Рот меня Засосал Ну а что Юритмикс например Тот же Как вот в детстве Что-нибудь В маленьком городе Особо нет Возможности Наверное Все это слушать Я помню только Что Тогда Power of Love Крутили Там В утренней программе Какой-нибудь Клепец Вот и все Моя сестра была Фанатом Сандры Мадонны Вот плакаты эти были Но я как-то все Меня это не трогало Слушайте Каково это вот Ну не останавливаться То есть покорить Америку После этого вернуться И уже В шестнадцатом году Да Началось здесь Гастрольный тур был здесь Да Оксана Дай мне его Там Сергей Пенкин Что-то совместное Да вот Расскажите об этом И это было тоже Конечно Замечательный артист И спасибо ему большое И дружим мы Ну вот так вот Получилось Что мы начали После голоса Сотрудничать И решили Сделать Мое мини-участие В его концертах Вообще Вот в Америке Вот эти музыкальные Конкурсы Они как-то котируются Музыканты стремятся туда Там как устроено Нет Информации настолько много И каналов И интертеймента И всего То есть музыка В основном появляется Из ниоткуда Из каких-то Underground Мест То есть Ты уже Видишь этого артиста Непосредственно на Грэмми И все А до этого Где он был там? Да Неизвестно Ну как бы Конечно у него Была огромнейшая жизнь И ты просто так Не попадаешь На сцену Грэмми Да даже Вот мама моя Жалуется Говорит Слушай Ну что же ты Так вот Вот смотри Вот У того У той там Лучше Давай же Чего ты не стараешься Мама Говорит Пока Ты понимаешь Чтобы стать большим артистом Нужно прожить там 20-30 лет Чтобы к этому прийти И Стать Им И потом Как бы сказать Засиять Ну к этому просто нужно идти Просто так Ничего Вот так Как Бритни Спирс Когда-то Не делается Эти годы уже прошли И нынче Ты не интересен публике Если ты не пишешь Если у тебя нет Своего собственного мнения Если У тебя нет характера У вас есть характер Вы пишете У вас есть мнение И сейчас Очередной музыкальный трек Что это будет Ксана Это будет трек Который называется Обнимай У меня кстати Получается Очень много песен На О Имени О Убрали Тут все Компенсировано Компенсировано песнями Читай мне вместе И вместе по краю Бежать И то смыслам Не поджигая мосты Тони моих иск В тебе я сгораю Мне надо так быстро Я буду рядом Обнимай Крепче Снова и снова Ты крылья мои За спиной Обнимай Крепче Снова и снова Поверь И лети Вслед за мной Я знаю Где ты В тебе Растворяюсь В твои стороны Света Я буду рядом А ты Обнимай Крепче Снова и снова Ты крылья мои За спиной Обнимай Крепче Снова и снова Поверь И лети Вслед за мной Обнимай Крепче Снова и снова Ты крылья мои За спиной За спиной Обнимай Крепче Снова и снова Поверь И лети Вслед за мной Снова и снова Ты крылья мои Снова и снова Друзья, сегодня мы идем за музыкой и прекрасным вокалом Ксаны Сергеенко. Это «Страна ФМ», это программа «Концертный зал». И мне хотелось бы поговорить о театральных ваших выступлениях. Ленинград-центр, вот там что как-то началось, в настоящий момент как продолжается? Неожиданно. 16-й год, да. 16-й год. Неожиданно у нас получилась встреча с Феликсом Михайловым. Мы руководителем этого театра, Ленинград-центра шоу-пространства, на новогодние съемки. После Нового года снимались, как всегда, «Новогодние огоньки». И там мы с ним познакомились, но познакомились через его близкую подругу, которая на тот момент была моим директором. И спасибо ей большое за то, что она меня ввела совершенно в другой мир, для меня не совсем знакомый. Это мир театральный, в смысле? Да, это не совсем, это не драматический театр. Музыкальный? Это не музыкальный, это не мюзик-холл, это шоу-пространство. То есть аналогов такого в стране нет. Это даже я вот недавно читала статью такую, написали в «Собаке», что это «Жемчужина Питера» и, можно сказать, даже «Россия». То есть аналогов этого шоу нет. То есть сцена, все в 3D, двигается, происходят всякие волшебства. Ультрасовременные. Да, это очень современно, это очень красиво, это очень качественно, это до мельчайших деталей продуманные номера, продуманные сюжеты. И все спектакли очень разные. То есть я принимаю участие только в трех на данный момент, во взрослых, более взрослых спектаклях. Так, и что там за роли у вас? Вы там поете или как-то вообще? Получилось так, что мы начали сотрудничать с песней «Мой мир», «Гоуст», которая была издана в англоязычном альбоме, и Феликс услышал ее, сказал, что давай на русский язык, и мы ее сделаем в театре. И вы написали русскоязычный текст? Да, да, русскоязычный текст. И, да, что ни странно на тот момент, как бы странно ни казалось, вот, и она теперь входит в спектакль «Прекрасная М», где главную роль играет Вера Арбузова, заслуженная артистка балета. Вот, и я пою. Я пою, в конце я выхожу «Красивая муза», тоже пою свою песню «Formula to Love» называется. А потом, в последующих спектаклях, я уже стала и более, так сказать, принимать участие в написании музыки непосредственно для... То есть вы стали композитором спектакля? Ну, нет, так громко сказано, конечно, что я композитор спектакля, но в парочку вещей я принимала участие. Ах, че же, композиторы. Ну, а вообще, какие-то драматические моменты роль подразумевают вашу или больше музыка? Мне бы очень хотелось попробовать себя в этом. Нас в Петербурге смотрят, слушают, да. Очень хотелось, если будет для этого спектакль, хотя у нас есть литературные вечера. А там что? Актеры драматического театра читают стихи. Чхи? Ваши? Разнопланы. Нет, классику в основном. Ну, то есть не привязываясь к одному какому-то автору. Вот. И происходит такое общение с публикой. То есть на малой сцене, это глаза в глаза, и вот такое чтение под красивую музыку или не музыку. То есть придумываются какие-то решения этих стихов. Очень интересно. Ваше участие там? Я пока в этом не участвовала. Вот. И второй раз мы говорим, Феликс, дорогой, обратите, пожалуйста, внимание. Есть запрос такой от артистки, она бы очень хотела. Что еще на 2019 год у вас в планах, кроме вот этого секретного проекта, который мы, друзья, увидим в апреле? На всех. Или узнаем. Да. Что еще? Клипы, может быть, Ксан? Ну, С клипами я пока... У меня такое особенное отношение к этому. Пока у меня не назреет, я не хочу этого снимать. Меня вот все время... Когда зрело последний раз? Подталкивают, а пока не зреется. Последний раз мы снимали клип на песню «Одиночество» с моей директорой, с моим очень хорошим другом-французом, видеооператором. Это было в Америке, в лесу, в январе. Было минус 15, если не больше, потому что там влажность очень большая. Прохладно? Скажем так, прохладно. Потом я с бронхитом слегла. Потом опять вышла, так сказать, на работу, в лес. И мы... То есть за три дня была совершенно потрясающая погода. Первый день было все зеленое, потом было все желтое. Я не знаю, как быстро все это сменилось. Желтое с дождем, и третий день был просто снег. Ну, понятно. Завалило все. Лето, осень, зима. Такие катаклизмы, можно сказать, катаклизмы, да, могут быть, наверное, только там. Непредсказуемая была погода, но мы отсняли этот клип, и мы сделали монтаж сами, и мы его запустили, и все могут его посмотреть, надеюсь, с удовольствием, так же, как и все мои видеоработы на YouTube. Спасибо. Ну, а пока вот на ближайшие месяцы нет никаких задумок о новых клипах. Как это сейчас? Есть задумки, я о них не хочу говорить, потому что если ты не начал физически это делать, значит, это еще просто размышление. Это еще значит зреет. Это зреет, это размышление. Да, это может быть... Это может быть видео с моим проектом, которое я делаю вот с пианистом, либо же на свою сольную песню. Я пока не решила, я вот думаю, раздумываю. Творческих поисков. Слушайте, а как вообще вот в Америке? Там же, ну, наверное, шоу-бизнес, да и точно шоу-бизнес дольше живет и больше умеет, и он больше похож на завод какой-то уже. Много решений придумано. Ну, record labels, да, наверное, они так и работают, но уже на протяжении длительного периода времени все артисты, которые появляются, они появляются из ниоткуда, как я уже говорила. Ну, из интернета, да? Ну, нет, это не интер... Ну, да, интернет, то есть, главное, это песня, но люди сидят в подвалах своих, дома, они пишут, только так потом замечают. Либо же рекординговый лейбл берет артиста как автора песен, который пишет песни уже для известных артистов, и потом только, когда песни становятся известными в исполнении уже известного артиста, тот автор становится... А так вот тот, который писал вот... Ну, да, да, так... Ну, вот такая есть тенденция. А, кстати, вы писали кому-нибудь? Вот есть такой опыт авторский? Нет, у меня, к сожалению, такого еще не получалось, но меня спрашивают уже, могу ли я это сделать? Не знаю, то ли я такая гцентристка какая-то, может, пока не назрела, или... Но мне бы хотелось это сделать, я не говорю нет. Знаете, единственное, чему я говорю нет? Преподавать. Много спрашивали, как вы это там расщепление делаете, научите. Я боюсь, потому что это очень большая ответственность, так как у меня не очень сложилось в колледже с педагогом, и первый, вот, второй курс у меня был какой-то нелады с собой. Я не могла петь, потому что я пыталась делать то, что она мне говорит, а у меня совсем другая природа. То есть вокал — это главное познание себя и своего инструмента, и никто не может тебе сказать, как этим пользоваться, и как это делать, чтобы тебе было свободно, чтобы ты в этом жил. Кроме как, конечно, азы с дыханием. Ну, по-моему, все с вокалом прекрасно, дорогие друзья. Давайте еще раз в этом убедимся. Давайте потанцуем. Не виделись несколько лет, ты покупала билет, чтобы себя в голове найти ответ. Но есть прозрачная нить, что не дает отпустить. Я всем нитром ощущаю, что тебе надо спасти, подругу надо спасти. Моя-мая, моя-мая, ты много сумасшедшая, как я. Моя-мая, моя-мая, если ты плачешь, я тоже так не грусти, может? Моя-мая, я немного сумасшедшая, как я. Моя-мая, моя-мая, если ты плачешь, я тоже так не грусти, может? плачешь, это не то, а я не знаю. Я тоже так не... Бросали страхи на дно, бросали страхи на дно. Майя-май, майя-май, немного сумасшедшая, как я. Майя-май, майя-май, если ты плачешь, я тоже так не грустим уже. Майя-май, майя-май, немного сумасшедшая, как я. Майя-май, майя-май, если ты плачешь, я тоже так не грустим уже. Майя-май, майя-май, намного сумасшедшая, как я. Майя-май, майя-май, если ты плачешь, я тоже так не грустим уже. Майя-май, майя-май, намного сумасшедшая, как я. Майя-май, майя-май, если ты плачешь, я тоже так не грустим уже. Студия 89,9. Концертный зал. Дамы и господа, Ксана Сергеенко по-прежнему украшает концертный зал телерадиоканала «Страна АФМ». Ксана, ну, наши восторги. Спасибо, прям. Спасибо. Все очень круто. Если это искренне, я принимаю. Спасибо. Ну, еще раз обратите внимание. Я немного саркастична просто. Феликс, обратите внимание, драматическая актриса, готовая, поет. Кстати, вот по поводу вашего участия в мюзиклах, никогда не предлагали, может быть? Не хочу. Да? То есть нет? Не хочу сказать этого громкого слова. Но у меня немного есть такой вот «I'm feeling a little bit sick», когда я… Я не люблю мюзиклы. Не люблю. Извините меня, мюзиклы, но может быть, может, все, но вот пока еще, вот я не люблю на них ходить, может, я пока не попала, хотя я на Бродвее была очень много. Тоже не впечатлили, да? Ну, да. Была я в Москве, мне не понравилось, потому что это не сделать что-то новое, то, что присуще этому народу, то, что должно быть что-то славянское со своей историей, а это все сдертые американские… Немножко калька, да? Да, но я об этом не скажу. Да что же она вся на шифрах-то? Ну, тогда будет неинтересно. Когда? Тогда Ксана будут подробности. Я предвкушаю. У меня будет только разговор через две недели об этом проекте. Но пока у меня есть… Прошу прощения. Мамины котлеты. Пока у меня есть дуэт с Сергеем Пенкиным. Музыка есть также дуэт с прекрасным певцом Сашей Панайотовым. Вот, поэтому работаем. С Настей Спиридоновой, по-моему. С Настей Спиридоновой мы пели, живем на моем концерте, да, в Крокусе. Также я пела с Людой Соколовой, с Джукбакс. Да, замечательные певцы, замечательные артисты. Большой им привет, да, передаем. У нас сейчас есть возможность, насколько я понимаю, посмотреть клип. Но не сейчас, а в конце часа мы это сделаем, друзья. То, что делали своими руками. Да, вы смотрите. Вы, кстати, потом заходите в YouTube, ставьте лайки. Конечно. Инстаграм тоже, Ксана Сергеенко. Да. Кстати, сами ведете, Ксана, или специально обученные люди? Как у вас? На комментарии отвечаете? Конечно, на все комментарии обязательно, и даже в полемику, в дискуссию, с удовольствием. Вхожу, и чем больше, и не то, что негатива, а чего-то, что меня задевает, есть в комментах, я больше понимаю. А быстро так выходите на эмоции, если что-то пишут? Или уже опыт? Да, такого, чего-то очень плохого пока не пишут. Пишут в YouTube, под видео, что у нас стрёмные такие слова. Скорее всего, обладатели Грэмми пишут. Конечно, конечно. Если я переделала песню Майкла Джексона, я не имею права мне умереть сейчас и на месте. То есть у людей просто в шорох. Это Джозеф написал, кто это? Не знаю, непонятно, да? Ведь это прекрасно, что мы возвращаем песни, которые как бы уже, не то, что отошли, но мы их забываем время от времени. И нужно их возвращать, чтобы не забывать, что есть классный материал и новый взгляд на него. Почему нет? Совершенно согласен. У нас сейчас ваш материал, еще одна песня, да? Песня «Отпусти», самая первая моя песня в России, которую я записала, которую для меня сделал Дима Банов. Я написала слова. Традиционно на «О». Да! Мы себе не изменяем. Это певица «Больших ООО». Океан Мне уже все равно, где и как мы себя потеряли. Эти серые дни, так достали они. Отпусти! Я задыхаюсь в этой любви. Сможешь, прости! А я триваюсь. Отпусти! Мы проиграли чувства свои. И чтобы навсегда не уйти. И чтобы навсегда не уйти. Я в пыль разбиваюсь. Все слова Электрический ток В провода и в сетях застревают. Отпусти! Я задыхаюсь в этой любви. Я в пыль разбиваюсь. Я в пыль разбиваюсь. Я в пыль разбиваюсь. Я в пыль разбиваюсь. По краю любви, пройдя, не сможем Все принять. Повторяю одно и то же. Ничего не поменять. Отпусти! Отпусти! Я задыхаюсь в этой любви. Я в пыль разбиваюсь. Ты сможешь просить! Я отрываю! Отпусти! Мы проиграли чувства свои. И чтобы навсегда не уйти, Я в пыль разбиваю. Я отрываю, Отпусти, Я в пыль разбиваю. Ой, браво! Ксана Сергеенко, друзья! Вот так мы провожаем эту зиму под хорошую зажигательную согревающую музыку. Не забывайте, что когда наступит весна, 5 апреля, все отправляемся в Екатеринбург на шоу, в котором участвует Ксана. И мы ждем также концертов в других городах, о чем Ксана непременно напишет у себя в социальных сетях. Обязательно! Ксана Сергеенко, Instagram, также Facebook. Спасибо огромное! Спасибо большое, было очень-очень приятно! У нас сейчас еще клип, несколько слов о нем, пожалуйста. Это клип на песню «Одиночество», которую, вот я уже говорила, непосильным трудом мы сами делали с моим директором Анджеликой Кисюк в Америке с французом Ари Охайон. Привет ему большое! Он живет в Нью-Йорке, вот, и эдитинг мы делали уже, то есть монтаж уже делали здесь, в Москве. И, ну, получилась работа от души, много чего может быть там, не хватило, не хватает. Но, как бы, у каждого субъективный взгляд на это. Я даю зрителю возможность просто посмотреть и оценить. Спасибо, друзья! Смотрим, слушаем! До новых встреч! До новых пластинок, новых клипов и всего самого светлого! Спасибо большое! Ксана Сергеенко! Смотрим клип! Пока! Пока!